МИАЗМА ХРОНИКЛС Скорее всего, сейчас с вами встретим мать Элвиса и Дикса, получается, как бы тоже насчитается, она же создала его Поехали, заходим, мы с вами тут в прошлой серии всю территорию облутали, все пособирали полезное Так что идем Кто ты? Мама? Это я, Элвис Кто ты? Я... Я твой сын! Посмотри на меня! Кто? Ты! Я не знаю! Не знаю! Хорошо Разум, который не знает, открыт ко всему Правило номер семь Всегда держи разум открытым Прошли годы, Элвис Дикс вырастил тебя сильным Хорошо Ты научился управлять перчаткой? Да, мама Я... Ты прорвался сквозь стену? Да Хотя мне помогли Правило номер девять Простящий о помощи Так же храбр, как тот, кто оказывает ее Ха, Элвис Спасибо Спасибо тебе Ты готов? Привет, Бхамахди Я Джейд Это я ему помогла Послушайте, мне позарез нужна ваша помощь Только если Элвис сможет нас спасти Я должен тебе кое-что показать Мама Той ночью, когда ты ушла Ты помнишь? Словно это было вчера Ты сказала, найди меня за гигантской стеной Там я расскажу тебе, кто ты на самом деле И кем ты должен стать Мама Кто я? Я не могу сказать тебе Могу только показать Тогда ты поверишь Ты должен поверить Сюда Приготовимся к пути, который нас ждет Наш путь пройден Мы сделали то, что ты сказала, мама Он все равно называет меня мамой Что? Ладно Я скажу ему Только заткнись Ты говоришь с Господом? Нет С миазмой Она говорит со мной Постоянно Миазма говорит, что я должна рассказать тебе правду Так расскажи же Я не твоя мать Не надо, мама Хватит проверок Посмотри на себя Затем на меня Я что, похож на твою мать? Ты всегда была похожа на мою мать Элвис Держи под контролем свой разум Проклятый двойник Что ты сделал с нашей мамой? Дикси Я тебя Тебя сломать? Отличная мысль Солнышко Чертополох Индига Элвис Нет Хватит Ты ничему не покажешь, если он умрет Говори со мной Хорошо? Элвис Элвис Элвис, очнись Ты как? Я не знаю, как я Кто я? Мы выясним это вместе Я поговорил с Бхамахди Думаю, тебе тоже стоит Но уж нет Я буду рядом Ну же А где Дикс? Воссоединение с Бхамахди оказался совсем нерадостным Она изъяснялась загадками Сообщила, что на самом деле вовсе нам не мать Да еще и вырубила нас Вопросов стало лишь большим Согласен Вопросов стало лишь большим А где Дикс-то? А, он в отключке, получается, до сих пор еще Да Вот тебе и мать Он так долго к ней шел Мама знала фразу, которой его можно отключить Вырубила его мигом Да, вырубила его просто мигом На раз, два, три Я там вижу, кстати, какой-то ящик с оружием, возможно Так, стоп Последняя надежда Эксперименты первой семьи над исправителями, похоже, принесли горькие плоды До нас дошли слухи, что они пытаются воссоздать прошлое Создать ребенка, генетически настроенного на миазму Нужно немедленно сообщить Бхамахди Да ладно Это мы и есть Мы и есть тот ребенок Вот это поворот Башня-архив Древняя технология Но еще работает Тонна данных Что исправители здесь хранили? Мудрость Возможно, всю мудрость мира Так, подожди, я что-то, получается, собрал, да? Не, не собрал А что у нас там отмечается новое оружие? Да Точно такая же снайперская винтовка, как у нас, да? Да, абсолютно Блин, не отображаются эти Ну ладно Пытки исправителей Не то Во время войны новости расходятся быстро Мы слышали, что исправители удерживают на одном из секретных объектов семьи Они изучают наших друзей, пытают их Семья жаждет узнать наш секрет Секрет, которого мы и сами до конца не понимаем Последняя крепость Мы прячемся здесь и ждем Ждем, пока разъяренная миазма поглотит мир Ждем, пока первая семья не найдет способ пробраться в наше убежище Это последняя крепость исправителей И мы надломлены Мы медленно сходим с ума Нужно что-то делать Но мы лишь сидим здесь и ждем Ну, давайте начнем с проповеди у гробницы Интерфейс Интерфейс, получение доступа Мы собрались здесь сегодня не случайно Наши перчатки говорят друг с другом Должно быть это благородные перчатки Ибо они провели нас сюда, на могилу исправителя Альфа Он достиг высшего пробуждения Угродил миазму и бросил вызов первой семье Я чувствую его частоты через землю А вы? 15B1 Интерфейс, получение доступа Шли годы Исправители обучали новых исправителей Вскоре возникло три разных ордена Вот три ордена исправителей Ден с восточного бережья Механические воители в серебряных доспехах Пха с юга Племя воинственных ведьм, настроенных на волну разъяренной матери миазмы Пек из западных пустынь Запыленные, одеты в кожу байкеры-волшебники А вот откуда у них Пха и Ден Все понятно Это название кланов Интерфейс Получение доступа Осмотрите вокруг себя Мы живем на руинах изначальных Они создали Америку по своему подобию Но разделяли одно фатальное убеждение, которое уничтожило их всех Изначальный грех Изначальные верили, что пришли в этот мир запятнанной душой Со следами зла Лишь сбежав от себя, найдя убежище снаружи Могли они стереть эти следы и стать хорошими? Обдумая эту альтернативную мысль, также известна как Истина У тебя уже есть то, что ты ищешь Ты достиг высшего пробуждения Ты создатель всего Ты никогда ни единого раза не реагировал на свой мир Ты лишь создавал его секунда за секундой Эта истина всегда в разуме Исправителя Окей Терминал просмотрели Записи все походили По насобирали А давайте пока сюда Тут все-таки есть ящик с оружием Я надеюсь... А, это не ящик с оружием Блин, я думал это ящик с оружием Мега заряд Но он у меня уже есть Блин Он даст то же самое, да Ну ладно Я думал будет снайперка для Дикса Или какое-нибудь оружие с глушителем для Дикса Но нет Но я пока с ней разговаривать не тороплюсь А, тут все равно ничего нет полезного, да? Да, вариантов больше нет Только поговорить с ней Хорошо Пойдем поговорим Я готовлю суп Хочешь? Я хочу получить ответы Мы прошли через девять кругов ада Чтобы добраться до тебя, женщина Квест выдвинуться Ха-ха-ха, подожди Во-первых, кто ты? Я ведьма-воительница Абхамахди Последняя из исправителей Первая семья охотилась на исправителей и убивала их Всех до единого Зачем? Семья хочет контролировать миазму Мы отказались их учить И посмотрите, к чему это нас привело Я прячусь здесь Невидимая Одна Жду тебя Кто я такой? Если бы я сказал тебе, ты бы мне не поверил Я должна тебе показать Ответ лежит за испытательным полигоном Я могу отвезти туда тебя и твоих друзей Почему я должен тебе верить? Ты не должен Ты сам творит свои судьбы Тебе решать Я вырастила тебя, потому что знала, что кто ты И кем ты должен стать Завязывайся с этим дерьмом Я механик из жалкого городишка Никто О, Элвис, нет Нет Ты же не заметил, в скольких битвах победил, чтобы попасть сюда Это не удача Это судьба Ну окей Почему ты оставила меня? Элвис, поверь мне Я хотел остаться в застойтауне и подготовить тебя к грядущему Но первая семья выслеживала нас Охотилась на нас Со мной ты никогда бы не был без опасности Поэтому я сбежала в храм исправителей Создала гигантскую стену, чтобы никто не мог сквозь нее пройти И надеялась, что однажды ты ее сломаешь Ты создала стену как испытание? В некотором роде Я знала, что если ты научишься пользоваться перчаткой И сможешь прорваться сквозь нее То будешь готов к тому, что я должна тебе показать Ну пошли Мне бы хотел спросить что-нибудь еще Еще мнение Может быть моя настоящая матерь, где она? Позволь мне отвезти тебя за испытательный полигон Ты получишь ответы на все вопросы Ладно Покажи мне то, что должна мне показать Включи дикса, затем возвращайся к храму исправителей Я встречу тебя там А, то есть ты с нами не пойдешь, да? Не уходи отсюда без дикса В смысле? Так мы идем его включать В чем проблема-то Так попробуй ты от моего брата и... Ой Утечка мозгов Диггс, все хорошо Мама, то есть Пхамахди Собирается показать, какого черта вообще происходит Так она твоя мама или нет? Нет А мне она мама? Диггс, ты робот Ты так говоришь, как будто это что-то плохое Действительно Она им создала Может быть она считается для него мамой Почему бы и нет? Но по идее, скорее всего, она его не создала Она его просто перепрограммировала Как вроде мы с вами читали где-то в какой-то записке Хорошо Нам надо, получается, возвращаться Значит, она не наша мама? Нет И никогда ее не была Но Ты же по-прежнему Элвис, да? Да, Диггс Я по-прежнему Элвис Я по-прежнему Элвис А ты по-прежнему Диггс И по-прежнему мы с тобой братья Братья навек Испытательный полигон Это На прежнюю локацию Которую с вами было и в прошлой серии Да? Просто все остальное для нас пока закрыто Ну, просто уже добежим тогда Ладно Тут недалеко Продолжение следует... Это, наверное, выносит тебе мозг Мне так жаль Она должна мне все рассказать Просто должна Так Тут что-то я упустил Пластик, что ли, в прошлый раз? Странно Вроде бы я пытался все собрать А, поэтому здесь и нельзя было открыть Проход Добро пожаловать За этими воротами Испытательный полигон Что, собственно, такое Эти испытательные полигоны? Место, где исправители Испытывали разум и смелость В противостоянии со своими Глубочайшими страхами А можно как-нибудь обойтись Без глубочайших страхов? В просвещении нет коротких путей Ваше испытание начинается Крадитесь, как волки В смысле, вот так вот красться? Зачем? Полигон испытаний Ага Ну, давайте почитаем Про новую область Всем воинам надо где-то тренироваться Испытательный полигон Это не только учебная площадка Здесь проходят испытания и тесты Только лучшие из лучших Попадут в ряды исправителей По всей видимости Никогда это место было тем Что изначально называли Мотелем То есть специальным домом Где собирались преступники Чтобы убивать и заниматься Другими ночными делами Ну, как бы мотель не для этого А для того, чтобы Переночевать Отдохнуть В пути Это учебная зона исправителей? И что мы теперь исправители? Ну, еще пока нет Так, здесь можно залезть Стоп, а там будут враги Против миазмы, да, у нас Мимики Да, здесь мимики Сложные враги Но Мы уже, как бы С ними дрались Они никак не отличаются Ничем Здоровье, то же самое Ох ты А вот тот какой-то Красненький-то новенький У нас У нас такого еще не было Там, возможно, будет Деталь для того Оружия Которое у нас с вами Есть по заданию Да Да, блин Почему-то я начал А Блин, ты все равно сюда не приходишь Ладно Ну, я пока туда не пойду Я пока это попаду сюда Тут, в принципе, можно будет от них От всех избавиться А, здесь входит тень Ну, смотри Крушителя все равно я не убью За один заход Хотя, конечно, можно попробовать С помощью Там, огня Допустим Да, то же самое сделать И, кстати говоря Как я и планировал Да Мы можем Поменять ему Модификацию Убрать кислоту Потому что Они не подвержены Кислоте И поставить Уменьшитель Горение пусть Остается Потому что Огню-то Не подвержены Как ни крути Так, с какого Ростаяна Будет 100% Отсюда Серьезно Нет крита Блин Да ты издеваешься Почему нет крита А он Подвержен Четвертой кислоте Да Но не нужно Его убить Как ни крути А какой шанс Крита 15% Нет Не наш вариант Да Урон Кислотой Все-таки Я получил Да Все очень плохо Почему ты не сделал Акрит Скажи пожалуйста В чем была Твоя сложность Тебе был Хороший шанс Но нет Ну блин Тут вообще они не ходят Метатель Метатель Крушитель Ну один метатель В принципе еще ходит Но Судя по тому Что она мажет В плане того Что она не то что мажет Она не делает крит Все это очень плохо Мне нужен крит Она этого не делает Блин Джей Ты начинаешь Плохо себя вести Попробуем еще раз 92% Да неужели Хорошо Хорошо Метатель И крушитель Тут конечно Их много Я просто хочу узнать Что за новый враг Красная смерть Сильная травма Может оставить Пятно На самой ткани Времени Темные пятна Злой энергии Продолжают существовать А с помощью миазма Превращаются в нечто Осязаемое Именно так и рождается На свет нечто Настолько ужасное Как существо Которое называют Красной смертью Так Может телепортироваться По полю боя И прыжок на нену Без помощи лестницы Ну в принципе Не сказано Что он На него здоровье 620 Просто Офигеть Ладно Валим пока Не буду пока Испытывать свою судьбу Нам бы надо Как-то Все таки Подлечиться По идее Уже скоро Поднять Что поднять Кобальтовый блок Кобальтовый блок Небольшой элемент Используемый В производстве Оружия А Так это По заданию А как я его Нашел А Класс Я кстати Пока не искал В интернете Где найти Все детали Для оружия Предметы Задания Вот да Хорошо Ладно Ну оружие Я бы собрал бы Конечно Может быть оно было бы Крутое Крутое И бесшумное Ну я К следующей серии Подготовлюсь Поищу информацию Где Пособирать ресурсы Просто возможно Скорее всего Это все находится На новых локациях Мы пока что Не все локации Открыли Хочешь узнать Кто ты Элвис Почему мы должны Умереть Чтобы выяснить Это В смысле Что ты психуешь Что Я допустим Даже вообще Не понимаю Кто ты На самом деле Может быть Ты как раз Член семьи Вот этой Первой семьи Суперграната Хорошо Ты скрываешь Информацию Про себя Ничего не говоришь Мы можем Только догадываться Ты уже здесь Это Ваше первое Испытание Миазма Не зло Но она Злится Покажи мне Как вы Сделите Ее злость Сфокусируйся На тренировке Хорошо Ага Так Сто процентов Будет попадание Осталось только понять Будет ли там Крит Ну вроде Как будет Ети твой налево А не попал Фух Я думал Блин Не попал Я уж думал Что не попал Но нет Все хорошо Просто все пули Как-то полетели Очень Выше Цели Я думал Ну все Блин Сейчас начнется схватка На неравных условиях Этот старый робот Стоит здесь Целую вечность Привет Это снова Бекки Обсудим сегодняшний маршрут Назови свое назначение О Я Бекки Диджитс Организатор поездок Мистера Ворфингтона То есть Ваш Здравствуйте Похоже Ваш рейс снова задерживается Из-за электрической бури Мне предлагали место В эконом-классе Но я сказала Ну уж нет Спасибо Получен доступ к истории Какими были твои последние действия Организация вашего идеального отпуска Отпуска? Мы в токсичных пустошах Пятизвездочный спа-центр Поле для гольфа с антигравом И... В пустошах? Правда? Ну я предлагаю вам поехать в Париж Но вы ответили нет-нет В Кентукки Так что это не моя вина Что я могу сказать об ЭТЗ? Они просто супер Они заботятся о людях Они кормят бездомных Они создали меня Что само по себе заслуживает Всяческих похвал Благодарю за беседу, мисс Окей Ага Можно активировать звук Кто на него придет Вопрос Так, тебе пока лучше здесь сесть Вот тут А Ты у нас активируешь звук Не, блин, так она выпалит А она все равно Его палит, блин Черт Пришел, оказывается, не тот Который нужен был мне, да? А он теперь не уйдет, да? Не пошел назад То есть мне надо грохнуть вот этого метателя Привлек Привлеча внимание того, да? Ну, давай попробуем еще раз Да ты издеваешься Не, тогда она не попадет, конечно же, по нему Ну, крит это, конечно, хорошо Но ты его не убьешь Привлечащи Допустим А еще на второй этаж получим кислоту Серьезно? Дикс Ты там где? Очухивайся Крушитель Пока трогать его не будем Очень много пластика получили Окей А смогу я здесь залезть наверх где-нибудь? Смогу Но вряд ли там что-то будет полезное, да? Да Ничего полезного нет В общем, получается, здесь остался еще Один метатель и крушитель Он постоянно здесь ходит И здесь, получается, у нас везде крушители 98% Хорошо Здесь остался только крушитель Здесь есть два метателя, да? А, метатель еще наверху находится Хорошо Попробуем тогда зачистить там территорию О, да ладно Там еще есть, получается, эти Шептуны Но Шептун, скорее всего, наверное, все-таки из другой этой, да? Да нет, это с той же самой группы Так Два Шептуна Четыре саженца От одного саженца я смогу избавиться Потому что он здесь передвигается А то даже два саженца Все-таки-то Где вы debtете? Здорово! Во, сети саженцев это, кстати, хорошо. Против мимиков работает, мне нравится как. Еще немного, и у нас с вами будет уровень. А уровень это было бы, конечно, очень хорошо. Тогда бы у меня все подлечились бы. Главное сейчас запомнить, что диксом лучше не ставить засаду Overwatch дробовиком. Только винтовкой. Только винтовкой. Дробовик не работает. К сожалению, но дробовик не работает. Так, может быть вы... О, спасибо. Так, сначала джейд. Не-не-не. Стопроцентное попадание нужно. Стопроцентное. Отлично. А ты что, в укрытии, что ли, получается? Зачем в укрытии? В укрытии не надо. Так, одно очко у меня с вами есть. Если это вот это убрать, то я могу сделать два. Повышает бонус к шансу крита выстрела из засады на 20%. Еще на 20%. Это хорошо. На данный момент это хорошо, поэтому я вот это вот прокачиваю. Кислота была бы тоже шикарна. Здесь что? Дистанционное оружие носит 70-100 единиц урона в выбранной области. Два выстрела. Это как? Это надо понять, как эта система работает. Пока ничего не ясно. Пять очков у Дикса. Серьезно? Так. Накапливать 20% фактического шанса за непрерывные выстрелы по одной цели. Герой не воспринимчив к отбрасыванию. Скачок на большое расстояние сбивает врагов с ног. Я могу вот эти два прокачать пассивки. Привлекает врагов не очень сильно мне интересно. Ну, я бы, наверное, в броню еще ушел бы, да? Приложение, конечно, заманчивое. Но у меня останется все равно только два. Я либо сюда вкачаюсь, либо сюда вкачаюсь. Это я 100% возьму. Ну, давайте, наверное, пока возьмем сюда. Дальше посмотрим. И у тебя тоже одно. А почему у Диксу-то дали пять очков? Это в честь чего такая радость-то щедрая? Странно. Ладно. Четыре. У меня одно есть. Минус здесь одно, это два. И минус эти два, допустим, это будет... Как раз ровно четыре. При каждом пропуске хода. Но я не пропускаю им ход. Вот в чем вопрос. Я не пропускаю им ход. Блин. Шанс крита выстрел из засады на 20%. Это, конечно, хорошо. Ну да, вот это вот я беру умение. До трех очков брони с цели. Но на мимиков это не работает. Или все-таки работает? Пожиратель брони, это же не кислота. По логике вещей должна работать на них. Давай лучше возьму вот этот пожиратель брони. А то вдруг какой-нибудь более серьезный противник будет с броней. Ну, по идее, можно пытаться... А, здесь еще тень находится, да? То есть, два крушителя... Ты там не орешься, тебе приду еще. Одна тень. И один метатель. По метателю, если стрелять, то, скорее всего, его видит тень. Правильно. Да, его видит тень. Можно отвлечь... Бутылочкой. Да куда ж ты? Сядь. Можно отвлечь бутылочкой. Метатели. 85% крита. Тут как ни крути. А если ближе подойти... Так, у него кислота на 4, по-моему. Раз, два, три, четыре. Да, дед он, дед уже. Еще и издевается над ним. Как бы здесь быть? Провальные испытания. Эти обманщики только болтать и гораздо. Я продолжу поиск настоящего наследника из предель Альфа. Мне, получается, нужно как-то его вытащить так, чтобы... ...никто его не видел. Дикс, наверное, бутылочку будешь ты кидать. Да, и вот так никто, в принципе, не... А, подожди, или ты... Он его увидит. Он, получается, его увидит. Блин, так вот припалит Дикса. Да, еб ты твой налево. Да как ж так-то? А тогда здесь сядь-то. Как ни крути, он везде его палит. Не-не-не, ты че? Какая стрельба? Ну вот, неужели? Поехали. Тут, как ни крути, надо будет первым делом это мимиком валить. Потому что, блин, он проблемный парень. В кого-то там перевоплотиться и будет все хуже. 97% вода, 85% крит. Хорошо. Да, остается, получается, два крушителя и тень. Это с этой стороны. А с этой стороны два шептуна и, по-моему, три саженца. Можно каких-то саженцев, конечно же, отвлечь. А можно, в принципе, и пострелять. Я, по идее, могу вальнуть двоих. Главное, чтобы шептун никого не видел. Потому что, если увидеть шептун... То это будет все не очень хорошо. А, здесь саженец его видит, да? Шептун не видит. Этого видит всем. Этого тоже видит всем. Да, тут, получается, не вариант. Хм. А есть у вас напалм? Да, напалм есть. Но я не смогу поджечь обоих. Обоих я не смогу поджечь. Ну, давайте попробуем сейчас сохраниться. Правильно ли я встал в укрытие? Это, конечно, вопрос. Вы какого фига сюда припёрлись? Стойте здесь. Тут просто... Какой прикол. Если я не смогу получить ещё какую-нибудь одну очко действия, да? В принципе, я могу поставить Дикса на Овервотч. Если его никто не собьёт. Тогда ей надо валить того с саженцем. Потому что Дикс её не прикроет. Ладно, давайте тогда сохраняться. Было бы круто, если, конечно, попало, да? Ну, давай рискнём. Может быть, я смогу получить очко действия ещё. Было бы классно. Отлично. Она ещё и в ярости. Так, это уже хорошо. Пока подожди. Делаем Овервотч не дробовиком. Это 100%. А, ты только его видишь. Серьёзно? Блин, ну я не хочу туда тратить. Может быть, я лучше кину гранатку какую-нибудь. Да. А чё, я же попадаю, получается, по нему. Странно, да? Ну, либо, кстати, вот так нанести. О, а неплохо будет. Поехали. Так, но у дикса... По-моему, три патрона. По-моему, у него только три патрона. Да ладно, серьёзно, промах что ли? Я в шоке, блин. Пятьдесят урон. Ну, ну, ну. Класс просто. Она может, конечно, стрелять. Три патрона. Вот это было бы хорошо, если бы ты смог бы попасть, конечно. Но ты не попал ни в кого. Это очень фигово. Так, так, так. Но стрелять надо по-любому. Да, было бы, конечно, много проще. Ну, ладно, уже перед поздным. Уже поздно. Шептуны будут ходить, а потом в следующем ходу будут уже... ...снова активировать саженцев. Да, е-е-е, дикс. К сожалению, она никого не видит, это плохо. И давай согнём на шестёрочку. Хорошо. Да, тебе двигаться сюда. Вот тут уже я могу сделать напалом. Хотя, нужен ли этот мне напалом? Потому что сейчас урно сдохнет, да? Ну, во-первых, уйти надо 100%. Так. Так, ты, во-первых, перезарядись. Так, Элвис. Элвис, Элвис, Элвис. С ними три очка брони. С него было прям хорошо. Дикса можно, допустим, дробовиком. Элвис, элвис ты не зацепишь. Ещё и Крис шанс, если попасть в него, да? Очко 10 восстановил. Красавчик. Ну и давай ещё разочек. Или вот этим вот. Ну и ты добиваешь. Это было сейчас хорошо. Ой, надо серию заканчивать, кстати. Надо заканчивать серию. А то у нас опять сейчас будет больше часа. Больше часа я серию делать не хочу. Когда серия больше часа, то и смотрят её, конечно же, меньше намного. А сможешь ты подойти просто тупо к Миазме, да и... Да не ты. Вряд ли, конечно, ты подойдёшь. Но те двое по-любому будут портироваться. Если что, их, получается, можно будет... Да, тут не подойдёшь. С помощью гранат-саженцев... Валить. Плюс энергия, кстати, есть. Надо валить именно... Тень. Потому что тень — это проблема. Он будет мимикрировать, и это будет не очень хорошо. Может быть, Дикса поставить вниз. Кстати, у Тени нету брони, да? Пока он... Но он, по-моему, не подвластен этому, да? Оглушению. Или... Не, подожди, он подвластен оглушению. Его можно оглушить. Его можно оглушить. Эти только отбрасывают назад. Это не вариант. Но, по идее, его может вырубить... Дикс. Если будет стоять здесь внизу. Потратив, допустим, один ход... Как вариант, да? Да. Давайте сохраняться. Сто процентов, и квит, конечно же, будет. Но здоровья у него дофига. В смысле, ты... Блин. Я не то сделал. Ну ладно, всё равно это выстрел будет. Так, а могу, по идее... Взрывную бочку стоит. У меня сейчас она не нужна. Могу его переместить. Но я его оглушу, поэтому... Какой смысл пытаться что-то тут делать, да? Это бесполезно. Поэтому просто стреляем. И надо тебе уходить. По-любому надо уходить, потому что они сейчас всё равно будут именно портироваться. А тень я завалил, считай. Как далеко они могут? А, уже здесь. Хорошо. Ну, этот не слишком далеко, конечно, портанулся. Это я сейчас за Дикса. Подождим. Мне сейчас нужна Джейд. Так, ты пока перезарядись. У него, кстати, нет вообще энергии. Ну вот, есть так, 100% попадание, да? И вот так, есть так, 100% попадание. По идее, она его убивает. И мы как бы с ним уже закончим. Да. Хороший вариант. Его, конечно, я могу откинуть ещё, да? Ко всему общему. Может быть, так и сделать? Куда-нибудь прям далеко откинуть. Там, тем более, будет какой-то с вами уменьшитель. Посмотрим, что это даст в итоге. Такой мелкий стал. Реальный уменьшитель, да? Попасть сможешь. Ну, я так думаю, ты сможешь и снайперки попасть. 98%. Кислота никак не повлияет. Поэтому это нам бесполезно. Огня у нас нет. Поэтому стреляем просто так. Ну, Дикс тут ни до кого не достанет. Ему только, получается, переместиться. Ну, и тот либо будет ходить, либо я могу, наверное, что-то бросить. Кстати, я могу бросить саженца. А давай. Может быть, ты сможешь кого-нибудь цепануть? Хорошо. Вот, молодец. Поближе подошел. Это замечательно. Так, это у нас с вами будет Дикс стрелять. Шанс крита никакой. Так, перезаряжайся. Ну, только, получается, здесь можно попасть. 96%. И еще будем с помощью огня стрелять. Очко действия восстановилось, да? Но он, по идее, должен еще его держать в узде. Поэтому надо будет перемещаться с вами. Блин, он везде будет двигаться по кислоте, да? Давай сюда. И сюда. Блин, вот ты... Вот ты любитель кислоты, дружище. 89%. Ну, и по идее, она должна его добить. Ну, вот, в принципе, и все. Так, где Элвис там? Да, хотел меньше часа. В итоге получилось ровно в час. Даже чуть больше. Ну, ладно. Главное, всех убили. Ух ты, никогда к этому не привыкну. Мы прошли это испытание со скоростью света. Получилось в первого раза? И это все? Сомневаюсь. Да. Ха-ха-ха. Новый маршрут. Взрыв миазмы. Затачает врагов во взрыве миазмы. Да, смертоносный взрыв миазмы отличается не только огромной зоной распространения, но и способностью завоточать врагов в фрагментах сырья. Жертвы беспомощно барахтаются, не в силах освободиться, а вы наносите им дополнительный урон. О, да, вот это уже хорошо. Бочки, это круто. Пока убираем. Взрыв миазмы. Хмм. Так, модификация. Кислота. Пусть будет кислота. Это 110. Вернее, 100, да. Так. Здесь дополнительно. И либо мне дальность поставить. У меня есть 120 энергии. В принципе, это хорошо. Хватит как раз на взрыв. Я бы взрывы посмотрел бы. Но мне либо прокачивать сберегатель. Давай лучше сберегатель, чтобы мне бесплатно досталось это действие. Очень полезная штука. Ну и как бы все прекрасно. Все прекрасно. Только вот у нее нет нифига энергии. Кстати, можно получается как бы подзарядить с помощью расходника, да, нашего. Одна единственная энергия ячеечка осталась. Ну, будет получаться 95. Но, по крайней мере, хотя бы она сможет вызвать лекаря. Это уже хорошо. По-моему, как раз она и может это сделать. Да, 85 энергии. Ладно. Продолжим с вами, друзья. Уже в следующий день на сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Ден, все ссылочки под видео. С вами был Рагубай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.